Праздники в очередной раз сместили расписание официальных мероприятий в Белом доме, потому оперативка у нас переместилась с понедельника на вторник и, кстати говоря, была чрезвычайно короткой, что позволит нам сегодня в плюс к этой оперативке еще и поговорить обстоятельно о том возмутительном событии, которое случилось у памятника Салавату Юлаеву в минувший понедельник, но давайте обо всем по порядку. Делая вступление к оперативному совещанию, Хабиров строго сказал, что времени у него в обрез, у него на носу очень важное совещание, как он выразился, с директорами вертолетов России, не знаю уж насколько это грамотное определение в названии вот этой всероссийской корпорации. Начал Хабиров с кадровых перестановок, повторил то, что меняются главы двух районов, Аургазинского и Буздягского, а также глава второго по размеру в Башкирии города, города Стерльтамака. Любопытно отметить, что двое из трех глав, которые покидают свои посты, уходят в итоге и по результатам выборов. Глава Аургазинского района и глава Стерльтамака категорически провалили выборы и уходят в отставку, а вот глава Буздягского района покидает свой пост из-за стойкой антивакцинаторской позиции, которую он занял, пожалуй, что единственный глава среди всех в республике Башкортостан, который отказался вакцинироваться, собственно, за что и пострадал. Хабиров отметил, что на медне случился тут день сельскохозяйственного работника или как он там называется, в общем, день агрария, упомянул, что удалось таки намолотить 2,2 миллиона тонн зерна против 4 миллионов по плану. Ну, все хорошо, все замечательно, как обычно у Хабирова в сельском хозяйстве. Он совершенно не словом не обмолвился о том, что в Башкирии отмечается достаточно серьезная вспышка птичьего гриппа, что уже обнаружены горы вот этих вот птичьих трупов в лесах, где пытаются их прятать те самые аграрии. Были попытки вывоза частей вот этих вот птичьих туш из районов, где уже зафиксировано птичий грипп. Вот ни словом Хабиров об этом не обмолвился. Хотя мы помним, как он с тревогой просил там специалистов уберечь республику от этой напасти. В общем, не получилось, не случилось. Хабиров отметил, что минувшая неделя была насыщенной, что главным событием, естественно, было его собственное участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге, но скромно попросил об этом отдельно доложить Шельдяева. Далее Хабиров перешел к ситуации вокруг коронавируса, что на самом деле действительно важнее, чем достижение в сельскохозяйственной области, либо его триумф на Санкт-Петербургском газовом форуме. По коронавирусу Хабиров сказал буквально следующее, цитирую, «На душе тревожно, и ситуация до сих пор у нас еще остается крайне тяжелой. Выросла смертность». Конец цитаты. Вот эта вот игра словами насчет «до сих пор остается тяжелой» – это, конечно, только игра словами, потому что ситуация с точки зрения напряжения идет исключительно по восходящей, растет и заболеваемость, и смертность, причем оба этих параметра достигли показателей, которых мы еще не достигали никогда, то есть мы идем вверх. Хабиров нам сообщил, что согласно его новой интерпретации указа с 12 октября доступы в торговые центры, музеи, кинотеатры, междугородные автобусы и поезда «Орлан» будут только при наличии сертификации вакцинации, либо справок ПЦР, которые перестанут действовать уже 27 октября. То есть с 27 октября человек не может попасть в торговый центр конкретно, даже если у него есть для этого причина не вакцинироваться, или тем более, если он не хочет вакцинироваться. У него права такого больше не остается. С 18 октября эти же меры начнут действовать в кафе, ресторанах, парикмахерских, всяких массажных салонах и косметических салонах. С 13 октября объявлена самоизоляция для граждан старше 65 лет, которые не вакцинировались. Тоже вот эта особенность вот этого варианта мер – это ограничение в перемещении для не вакцинированных граждан. Все это Хабиров оглашает на фоне того, как министр здравоохранения Российской Федерации упоминает Республику Башкортостан в числе регионов с отставанием в темпах вакцинации, низких темпах вакцинации и высоком уровне заболеваемости и смертности. То есть Башкирия по этим параметрам попадает в число отстающих. В целом вот эту вот инициативу по поводу прекращения доступа граждан в торговые центры без наличия сертификата вакцинации, либо справки о медотвозе, либо QR-кода, который там тоже является собственно подтверждением вакцинации, конечно восприняли люди с большой тревогой и уже на следующий день, то есть вернее даже в день собственно этой оперативки, но уже когда начали действовать эти правила, случился ряд инцидентов на входах в торговые центры, были потасовки. Мы видели вот эти ужасные видео, где полицейский то ли за отсутствие маски, то ли за отказ предъявить документы, значит там верхом сел на какого-то пенсионера, его удерживал и звонил куда-то, видимо, вызывая помощь. Хотя версия МВД теперь с запозданием звучит так, что это был нетрезвый посетитель, которого нужно было нейтрализовать. Я не знаю действительно, что там случилось, но выглядело это, конечно, жутко совершенно. И это не единственный случай. Самое главное, что здесь поражает, это чудовищно низкий уровень осознания того, что делает администрация Хабирова. То есть по сути, что они должны были сделать? Они должны были сеть и прежде чем написать текст вот этого указа, проанализировать пошагово, что будет происходить, кому какие полномочия вменяются и кто что имеет право делать. Давайте теперь это попробуем сделать за Хабирова. Вот смотрите, человек идет, подходит торговому центру. Выходит навстречу ему кто? Охранник, который спрашивает его что? Покажите мне ваши документы? Охранник имеет право проверить документы? Об этом ни слова не сказано в указе Хабирова. В этом бестолковом, на мой взгляд, безмозглом указе ни слова не сказано об обязанности носить с собой паспорт. А паспорта теперь спрашивают на входе, потому что вот те люди, которые проверяют, считают необходимым удостовериться в личности людей, которые перед ними находятся. Дальше. А если у человека медотвод? Он что, должен охраннику вот этому вот в черной куртке с желтыми буквами показывать свои медицинские документы? А у охранника есть право на получение, хранение и по сути обработку медицинских данных, которые являются также еще одновременно и персональными данными? Нет. Об этом юрист Хабиров не задумался. А зачем юристу Хабирова? Он же там, он что там проповедовал в своем этом юридическом институте, там какое-то международное право? Ну правильно, но общий-то курс права он, наверное, проходил, когда сам учился или нет? Вот большой вопрос, да? Но мы видим в этом вот документе, государственном документе, указе главы целого, целого огромного главы довольно крупного региона, мы видим огромные дыры с юридической точки зрения, несостыковки в правовых вопросах и так далее. По сути, Хабиров делегировал охранникам функции полицейских, врачей и вообще какое-то администрирование перемещения граждан в пространстве. Простому охраннику, у которого, по сути, никогда никаких прав не было. У него единственное есть право вызвать полицию, если что-то не так. Он не может ни досматривать людей, ни опрашивать, ни допрашивать, ничего делать с ним не может. Хабиров его наделил чудесным правом принимать, по сути, медицинское решение. В общем, конечно, это смешно. Не говоря уже о том, что каким образом проверять QR-коды, охранники не могут их никак проверять, у них нет оборудования. И повторюсь, у них нет права требовать документ удостоверяющей личности. Безусловно, нужно отметить, что вот этим бестолковым своим указом Ради Хабиров столкнул огромные массы людей, задел и задействовал интересы почти 4 миллионов человек. Напомню, что Башкирия перестала быть 4-х миллионной республикой. Буквально на камню стало известно, что численность населения Башкортостана опустилась ниже отметки 4 миллиона, что тоже, собственно, является заслугой непосредственно дорогого Радиа Фаритовича. Так вот, Хабиров столкнул лбами людей на входах в этих торговых центрах, причем не на шутку столкнул, и эти конфликты будут продолжаться ровно до того момента, когда обе стороны, и охранники, и посетители торговых центров не придут к некому консенсусу и не перестанут друг друга замечать, как это уже случилось в торговом центре центральной буквально вчера. Далее перешли к штатной повестке совещания. Первым выступал Забелин, который сухо сообщил нам о том, что в общей сложности зафиксировано 73 512 случаев заболевания COVID в республике. Суточный прирост у него составил 633 человека, и напомню, это очередной печальный рекорд. Всего развернуто 8055 ковидных коек. Отмечу, что только за прошлую неделю Забелину пришлось добавить 1500 ковидных коек в Башкирии, но и с учетом этого развертывания все равно 90% ковидных коек на данный момент занято. Первым компонентом вакцины привит 1 миллион 345 тысяч человек. Целиком обоими компонентами привит 1 миллион 225 тысяч человек. Темп вакцинации катастрофически упал по некоторым подсчетам в 6 раз составляет в среднем 5100 человек в день. Ну, в целом по ситуации на антиковидном фронте народ недоумевает, в частности, вот о чем. Исходя из той статистики, которую нам огласил Забелин, а он огласил срез по возрастам, сколько процентов каких возрастов среди заболевших, так вот, исходя из этих данных, каждый десятый заболевший в последнее время это ребенок до 17 лет. При этом школы опять идут на очное обучение. Где здесь логика, никто не понимает. Куда вот этот вот наш министр, простите за выражение образования, смотрит и что он там кому рекомендует, уму совершенно непостижимо. Каждый десятый заболевший это ребенок до 17 лет, то есть по сути школьник. При этом школы опять вернулись к очной форме учебы. А стариков закрывают на самоизоляцию. То есть детки из школы, обменявшись всеми вирусами, с радостью побегут дедушкам, бабушкам эти вирусы передавать. Так получается, что ли? Я не понимаю, где здесь как бы логика. И еще главный вопрос тоже возникал, который с этими ограничениями, которые, безусловно, примыкают к вопросу о ковидной безопасности, это каким образом классифицировать вот эти торговые центры, куда можно или не можно попасть. Уже буквально накануне, после того, как Хабиров огласил эти новые ограничения, случился казус с магазинами «Пятерочки», которые поспешили вывесить объявление о том, что теперь нужно предъявлять вот эти сертификаты вакцинации в их магазинах. Совершенно не описан статус торгового центра, потому что если его расценивать так, как он классифицируется, например, нашим министерством торговли, то это, в принципе, магазин, в котором есть более одного арендатора и какой-то размер площади от. А вот все, что отдельно стоящее и с одним арендатором, это не торговый центр. Но в таком случае, например, Леруа Марлен – это не торговый центр. Посмотрите, сколько там людей, как все устроено, но это не торговый центр. Ну, формально, по крайней мере. А вот «Пятерочка», в которой есть два арендатора по ремонту мобильных телефонов на входе, вот они будут считаться торговыми центрами. В общем, конечно, все это ужасно странно. Вторым докладом был доклад Шельдеева Александра Николаевича, министра промышленности, энергетики и инноваций. И он был именно об итогах работы делегации Республики Башкортостан на 10-м газовом форуме в Санкт-Петербурге. Форум этот прошел с 5 по 8 октября. В нем участвовал Хабиров. Собственно, начался доклад Шельдеева с длинного-длинного видеоролика. Я бы сказал, что это был даже музыкальный видеоклип, потому что там не было никакого текста, пояснений. Там только были очень красивые съемки, полеты, значит, коптера с камерой. Ну, у неподготовленного зрителя этот видеоклип вызывал стойкое ощущение того, что нефтегазовой отраслью в Российской Федерации руководит непосредственно и только Радзи Фаридович Хабиров. Никакого Алексея Миллера и никаких иных там нефтегазовых баронов и директоров, естественно, не было. На первом плане был везде улыбающийся Хабиров, почему-то всюду тычащий пальцем. А все вот эти незначительные нефтяные магнаты и бароны были на заднем плане и выглядели карликами. Ну, выглядел, правда, вот этот клип вообще по меньшей мере смехотворно. Но отмечу возросший кинематографический уровень госпожи Прочаковской. Так вот какому-нибудь человеку, который не до конца вникает, покажешь, он и правда поверит, что Хабиров это величайший газовый магнат. И республика наша то ли газодобывающая, то ли контролирующая газовую отрасль Российской Федерации. Хотя на самом деле и в реальности это совсем не так. Республика Башкортостан не имеет практически никакого отношения к добыче газа. Очень относительное отношение имеет к добыче нефти, по крайней мере, по объему. Но преподнесено это было вот так. Собственно, Шельдяев по окончании этого феерического музыкального видеоклипа дал некие пояснения о том, что стенд на этом форуме, башкирский стенд, составлял аж целые 200 квадратных метров. Сделан он был в форме газотурбинного двигателя. Ну и, собственно, основная тема нашего присутствия башкирского на этом газовом форуме было сотрудничество межстроительного комплекса республики Башкортостан с ПАО «Газпром». Шельдяев отметил, что главными направлениями в работе газовой сферы в Башкирии будет развитие газомоторного транспорта и строительство газовых заправок, а также газификации жилья и предприятий. Ну, собственно, вот учитывая, что в последнее время музыкальные видеоклипы стали главным способом отчета у башкирских чиновников, наверное, не стоило Шельдяеву даже ничего добавлять. Можно было просто сделать этот клип побольше или двухсерийным. Многим, кстати, присутствующим понравился видеоклип. Саша Сидякин, сидящий в первых рядах, как обычно, аж подпрыгивал, его колбасил. Он, видимо, готов был пуститься в пляс, это же все-таки музыкальный видеоклип, но с трудом себя сдержал. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос, казалось бы, скучный, об итогах акции «Зеленая башкирия». Делал его министр ЖКХ Алана Викторовича Морзаев, вернее, исполняющий обязанности министра ЖКХ. Поначалу мне показалось, что вообще этот доклад будет скучным и недостойным внимания, потому что Морзаев довольно заунывно стал рассказывать, что с 25 сентября по 5 октября 48 тысяч участников посадили, 8,5 тысяч крупномеров, 69 тысяч саженцев, высадили 6 аллеев в Стерлитамаке, 9 аллеев в Уфе. Замечательно все прошло в Белорецке, Довлеканове, Дертюлях. Отдельно Морзаев выделил господин Мавлиева, Ратмира Мавлиева, мэра Нефтекамска, который устроил у себя в Нефтекамске замечательную аллею с именными деревьями. Ну и, естественно, показали музыкальный видеоклип, как теперь положено в ходе отчета, значит, о том, как замечательно все это сажалось и тра-та-та. Тут было я заскучал, но вдруг всех развеселил Хабиров. Хабиров почему-то разозлился на Морзаева, стал шуметь, ругаться, а потом почти дословно повторил все то, что сказал Морзаев, и в конце сказал, а вот так надо было сделать. Я, честно говоря, думал, вдруг я там задремал, и что-то пропустил, отмотал назад, снова пересмотрел. Нет, действительно, Хабиров повторил слово в слово все, что сказал Морзаев, но добавил, а вот так надо было сделать. Так, вроде как Морзаев так и сделал. Но Хабиров бушевал дальше. «Задание мое вы не выполнили, выполнили вы его на двойку. Пригласите Сараполову. Каждый глава муниципалитета должен получить прямое задание. А этот хаос втыкать, где попало деревья, и не поливать их, надо прекращать. Приглашайте Сараполову». Конец цитаты. Собственно, вот это и было расшифровкой причины гнева Хабирова. Морзаев просто не вовремя, как говорится, фишку срубил. Он не знал, что во всех вот этих вот животворящих процессах по благоустройству в республике Башкортостан должна точно участвовать Сараполова. И как только ее отлучают от любого маломальского ручейка средств, источника благосостояния и прочих денежных проявлений в этой сфере, сразу же Хабиров реагирует жестко и последовательно. Везде, в посадке каждого кустика, в установке каждой скамеечки и, не дай бог, даже в монтаже какого-нибудь ландшафтного фонаря должна быть причастна Сараполова. Смешно, конечно. Видимо, в Уфе у Сараполовой закончились мероприятия. То есть она уже завершила благоустройство набережной. Посмотрите, какая она прекрасная. Не видите? Я тоже не вижу. Посмотрите, как она изменилась с тех пор, как за нее взялась Сараполова. Не видите? Я тоже не вижу. Но, в общем, нет. Хабиров строго следит за тем, чтобы госпожа Сараполова участвовала в посадке каждого замызганного маленького кустика в Республике Башкортостан. Я, пожалуй, не буду тратить ваше время на обсуждение доклада министра транспорта и дорожного строительства господина Булышева. Александр Владимирович опять не говорил про дорожное строительство вообще, про транспорт тем более. Он нам рассказал о том, что на 100% у нас дороги готовы к осенне-зимнему периоду. И все. Вот готовы и все. Вот как хотите. Может быть, вам это не кажется. Может быть, вы ездите по бульвару Ибрагимова или, не дай бог, по Комсомольской или улице Галли, или, как я сегодня, по улице Кирова. В общем, не верьте глазам своим. Мы готовы на 100% к осенне-зимнему сезону на дорогах Республики Башкортостан. А теперь ко второй части нашей сегодняшней программы. Это может быть необычно, но так как оперативка была коротенькой и абсолютно пустой, можем поговорить о том, что стряслось в понедельник у памятника Салавату Юлаеву. На мой взгляд, это возмутительное и очень важное событие. Я, как и многие, узнал об этом событии уже из интернета, из тех многочисленных видео, которые были размещены. Собственно, что случилось? Некоторое количество жителей республики собрались около памятника Салавату Юлаеву, чтобы выразить свое беспокойство грядущей реконструкции этого памятника, и беспокоились они, собственно, о том, что памятник могут не вернуть на место. Народу было не так, чтобы много, по моим подсчетам, ну, 20-30 человек. Они попробовали встать в какую-то охранительную цепь вокруг памятника, символизируя защиту народа, и один из активистов развернул маленький плакатик, на котором было написано дословно «Верните наш суверенитет». Ну, собственно, мероприятие было приурочено не только к беспокойству о судьбе памятника, но и к Дню Республики, Дню Суверенитета Республики Башкортостан, который, собственно, и случился у нас 11 октября. И вот в момент, когда этот активист разворачивает плакат, причем полиция никаких особых претензий не предъявляла, никого не задерживала, не трогала, не требовала прекратить это мероприятие, вдруг в момент разворачивания этого плаката из, не сказать, что толпы, ну, в общем, из скопления людей появляются худенькие юноши с рюкзачком, выхватывает этот плакат у человека, которого держал, и отбегает в сторону. Отбежав в сторону, юноша заталкивает плакат внутрь рюкзачка, люди обращаются к нему «Верни плакат, отдай обратно». Юноша технично достает из рюкзака заранее заготовленный газовый баллон, и достаточно расчетливыми движениями направляет струи вот этого газа из баллона, как потом выяснилось, это был перцовый газ, в лица людей, обступивших его. На видео прекрасно видно, что никакого физического насилия, вот эти вот собравшиеся в отношении вот этого мальчика с рюкзачком, не производили. Чуть с некоторым запозданием мальчик хватается за ухо, подбегает к полицейским и рассказывает, что его там что-то как-то побили. Но в это время уже в рядах собравшихся шум, гам, люди кричат, им больно, потому что газ начал действовать, кому-то в лицо попало, кому-то в глаза. Надо отметить, что полиция действовала на удивление вяло. То есть видя, что на самом деле происходит что-то нехорошее, ну какое-то активное движение, крики и прочее, полиция обычно реагирует значительно быстрее. На данный момент надо понимать, что полиции там было очень много. Несмотря на то, что вот этих вот протестующих было очень мало, полиции было очень много в штатском и в форуме и так далее, и так далее. Не то, чтобы они задержали мальчишку этого, они его даже как бы не стали трогать. И он долгое время вокруг них терся, рассказывая им, как он там пострадал и как его избили. Правда, на кадрах опять же видно, что он держится то за одно ухо, то за другое. Ухо у него совершенно не покрасневшее, никаких других повреждений на кадрах я, по крайней мере, не увидел. Ну, в общем, впоследствии, через какое-то время, вся эта компания перемещается в отделение полиции. В отделении полиции, как не стало известно, на этого мальчика пишут заявление о том, что он распылил газ в лица людям. Люди отправились в травмпункт освидетельствовать свои повреждения, ожоги слизистых и так далее. И пока вот сейчас непонятно, то ли предъявили мальчику обвинение, то ли отпустили его. Ну, насколько я знаю, он не был задержан на ночь там. Был ли там состав мелкого хулиганства? Не было. Пострадали ли люди? Есть ли у них телесные повреждения? Я имею в виду ожоги слизистых глаз или нет? Неизвестно. Мальчик опубликовал на следующий день или буквально в этот вечер какую-то очень странную справку из травмопункта о том, что со слов пострадавшего пациента записано, что у него болит голова, и предположительно это может быть сотрясением мозга. Хотя, конечно, подобная справка с многочисленными знаками вопроса, которые расставил сам же врач, конечно, не может говорить о том, что этот юноша там где-то пострадал. Неизвестно, отправился ли он на кота. Да и вообще, собственно, его, собственно, персона, вот этого мальчишки с рюкзачком и с газовым баллончиком, не так важна. Важнее другое. Уже в процессе обсуждения всего этого в первый же день выяснилось, что многие углядели в толпе весьма примечательные лица. Кое-кто из наблюдателей отмечает, что среди стоявших чуть в стороне был человек, удивительным образом похожий на Максима Шахиддинова, а Максим Шахиддинов у нас это начальник отдела политического планирования и проектирования, заместитель начальника управления внутренней политики администрации Радия Хабирова. То есть, что бы там делать вот этому чиновнику в толпе протестующих против демонтажа памятника Салавату Илаеву, совершенно непонятно. Ну, если, конечно, это был он, повторюсь, человек был очень похож на него. Более того, этот человек, похожий на Максима Шахиддинова, делал какие-то странные жесты, очевидным образом, управляя происходящим. И вот тут мы подходим к самому интересному. Если действительно Максим Шахиддинов управлял вот этим вот мальчишкой с газовым баллончиком, то тут мы просматриваем такую вещь, что все вот это вместе складывается в картинку того, что власти республики, политические власти республики, активным образом противодействовали вот этому событию. Причем с применением вот этих вот уже, в общем-то, химических средств. И у меня сразу вопрос. Если все это действительно так, то это все, на что способно внутриполитическое ведомство Радия Хабирова просто отправить какого-то, ну, как минимум неуравновешенного юношу, а как максимум, наверное, покажет экспертиза или психиатрическое обследование, отправить этого человека туда, в толпу, не знаю, то ли он просто был заведен какими-то идеями, может быть, его что-то ему там посулили, ну, неизвестно. И попытаться спровоцировать там беспорядки, которые нам потом покажут как безобразное поведение активистов. Вот эта внутренняя политика в версии Радия Хабирова, честно говоря, если это так, то мне просто стыдно за учителей самого Хабирова, за Вячеслава Суркова, за Владислава Володина, за Андрея Воробьева, всех этих людей, которые учили Хабирова, вот этой внутренней политики, и, получается, ничему не научили, да? В арсенале остались только вот эти вот, ну, абсолютно какие-то жигантские замашки с вариантом подослать какого-нибудь дурачка с баллончиком, что ли? Вот, если это так, то это, конечно, очень печально, потому что если у нас внутренняя политика будет строиться вот на таких инструментариях, то это очень грустно. Есть, конечно, вариант, что это так, но это не дело рук Хабирова, тогда Хабирову надо крепко напряг позадуматься, что же делают его вот эти подручные, подопечные, и его подчиненные, вот эти Бардановы и Кельсинбаевы, если Хабиров был не в курсе, а и если они это все дело соорудили, то, на мой взгляд, их надо прямо завтра увольнять, потому что, ну, запреты концертов, которые вовсе можно было не запрещать, и даже нужно было не запрещать, вот эти вот перформансы с газовыми баллончиками, что еще дальше мы увидим? Я не представляю. В общем, Хабирову точно нужно сейчас сесть, проанализировать всю вот эту ситуацию, выяснить, чьих рук это дело, если, конечно, это не было прямым творчеством вот этого мальчиша-плохиша, и делать срочно выводы, потому что мы катимся к какому-то совершенно безобразному образу региона, в котором все будет решаться на кулаках при помощи каких-то вот этих вот засланных казачков, но надо же понимать, что с обратной стороны тоже будут кулаки, казачки, арматуры и еще что-то похлеще, то есть вот не хотелось бы этой эскалации. Я намеренно не обсуждаю личность вот этого парня с баллончиком, потому что, ну, во-первых, ни в коем случае нельзя популяризировать такие фигуры, выводить их там на передний план, придавать им какую-то значимость, но отмечу, что сразу же после этого события вышло видео, где мальчик рассказывает, ну, о своем трудном детстве, о каких-то детских травмах, долго путанно рассказывает, как папа что-то ему там руку хотел отрубить топором, ну, в общем, какой-то дикий бред, но в конце его, видимо, прорывает, и он рассказывает о своем отношении к Башкортостану, к жителям Башкортостана, к тюркским народам, к тюркским традициям, о том, как он не хочет жить в этом всем. Вот эти обычаи и древние традиции, значит, башкирского, татарского народа, да, вот это все тюркские обычаи, ублюдские просто тюркские обычаи. Один вопрос. Во-первых, может быть, надо специально обученным людям, возможно, даже в погонах, заинтересоваться этим видео и проанализировать его, потому что там реально содержится, на мой взгляд, содержится, конечно, призыв к межнациональной розни, ну, либо докторам в белых халатах тоже посмотреть, потому что, вот честно сказать, подобный уровень экзальтации и неуравновешенности, он либо преступление, либо уже какое-то серьезное психическое нарушение, которое, боюсь, может привести к каким-нибудь вариантам, как в Перми, как в Казани, вот к этим вещам, да, человек явно находится на грани срыва, а нам оно надо, а может быть, нам профилактировать это все?